Буквально на днях я пришла в магазин, мы выбирали стиральную машину. И когда я так на нее посмотрела, мы обсуждали модель, марку, вес, когда сказали, что она весит 50 килограмм, и у меня сразу такой звоночек. Это 53 килограмма, мой вес, который я сбросила, я потеряла. Сложно себе представить, но еще пару лет назад эта стройная красивая брещанка весила 110 килограмм. Разница до и после впечатляет, и ее вы можете увидеть на фотографиях. Но даже в этот период Инна принимала себя такой, как она есть. Была жизнерадостной, да и муж всегда любил и поддерживал. А худеть ее заставила отнюдь не внешность. Придя с ребенком на детскую площадку, видя, как дети играют с мамами на горках, на качелях, это зимний период санки, мне хотелось вместе с ним двигаться, а я не могла. Я не могла это делать, потому что я не могла присесть, я не могла встать. Потом, получается, был такой период в жизни, что на работе мне нужно было присесть. И когда я не смогла встать, мне пришлось упереться в какую-то опору, то был такой звоночек, что мне нужно обратиться к доктору. Я пришла на прием к врачу, мне говорят, что у меня там в какой-то степени артрит в суставах, мне нужна замена двух суставов, либо это будет инвалидное кресло. Ходить я не смогу, мне примерно говорили полгода, у меня есть время на раздумье, либо я останусь инвалидом. Это стало чертой, которая разделила жизнь на до и после. Инна пыталась худеть самостоятельно, но когда попытка за попыткой проваливались, стала искать профессионала. Поиски привели в фитнес-клуб тренер, в котором по совместительству диетолог. И с этого момента заново училась двигаться и питаться. Ведь задача была не быстро сбросить вес, а научиться жить по новым правилам. А это колоссальный труд. Очень много примеров, много девушек, которые полностью изменили свою жизнь. Они постройнели, они изменились, у них поменялась работа, они родили детей. Кто не вышел замуж, они вышли замуж. Но люди полностью поменялись на 180 градусов. То есть из неуверенного в себе человека появились очень красивые, стройные, уверенные в себе девушки. Просто богини. Питание, водный режим, тренировочный режим. Это сильно меняет вообще ваш обычный режим жизни. Меняется окружение вокруг. Появляются новые друзья. И много людей, скажем так, и отсеивается, которые вас не поддерживают. Самое главное – начать, сделать этот первый шаг. И найти того человека, за которым вы пойдете. Это очень важно. Но самая важная задача при похудении – сохранить здоровье. Для этого необходимо соблюдать определенные правила. Я предлагаю пациентам с лишним весом немножко поменять свое отношение вообще к еде. И воспринимать ее не как какое-то удовольствие, а как лекарство, если имеешь лишний вес. То есть важно очень обращать внимание на количество этих килокалорий, потребляемых в сутки. Очень важно, чтобы в рационе было много волокон. Мы будем потреблять, питаясь овощами, очень мало килокалорий. И это поможет нам вместе с физической нагрузкой похудеть. Голодать длительно нельзя, потому что все-таки биохимические процессы, их не так просто обмануть. Вот эти эволюционные устоявшиеся механизмы сложно очень сломать. Поэтому если мы будем голодать, то организм будет понимать, что не поступает энергия. И как только она начнет поступать, организм начнет опять продолжать откладывать запасы. Небольшое снижение веса, даже на 6 килограмм, снижает риск развития сахарного диабета на фоне ожирения уже на 47%. Лишний вес сокращает вашу жизнь и крадет здоровье. Но ничего невозможного нет, ведь процесс похудения запускается усилием воли. Мотивация вкупе с разумными физическими нагрузками, правильное питание и терпение помогут победить даже генетическую предрасположенность к ожирению.